Криминальным новостям. Житель Березняков, заступаясь за племянницу, нанес смертельный удар ножом ее сожителю. Последний же избивал свою гражданскую супругу. Подробности семейной драмы прямо сейчас расскажет моя коллега Анастасия Шерстобитова. Настя, здравствуй, слушаем тебя. Всем добрый вечер. В июле обвиняемый находился в гостях у своей племянницы и ее сожителя. Во время застолья хозяйка квартиры пожаловалась родственнику на гражданского мужа, который ее неоднократно избивал. Во время ссоры гость, вооружившись ножом, нанес ему удар по шее сожителя племянницы. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Уголовное дело направлено в суд. Другой Березняковец пойдет под суд за сожительство со школьницей. Перед судом предстанет 20-летний местный житель, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности. С декабря 2020 года по январь 2021 обвиняемый вступал в половую связь с 15-летней школьницей. При этом молодой человек знал, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста. По словам молодых людей, сексуальные отношения происходили по обоюдному согласию. Уголовное дело также направлено в суд. Следующая новость из краевой столицы. Там уже получили наказание пермские нацболы представители организации, запрещенной в Российской Федерации. Напомню, 7 ноября протестующие приковали себя наручниками к забору у главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю. Они вывесили баннеры, разбросали листовки с текстом «ВСИН – это ад» и требовали реформировать ВСИН. Ленинский районный суд назначил Михаила Ефремову 40 часов исправительных работ. Лидер организации рассказал, что решение суда планируется обжаловать, хоть Ефремов получил и минимальное наказание. Второго протестующего отпустили из полиции в день акции, на него составили протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Ну а завершу рубрику «Статистика от дорожных правоохранителей». За нерабочую неделю березняковцы почти 150 раз нарушили ПДД. На рейдах с 30 октября по 7 ноября автоинспекторы пресекли на дорогах города 491 нарушение. 14 водителей сели за руль в нетрезвом виде, выехали на встречку там, где это было делать нельзя. 40 человек не уступили пешеходам 36 автолюбителей. Да и сами пешеходы хороши, 108 раз нарушили ПДД. Всего зарегистрировано 20 ДТП, одно из них с пострадавшими.